Это, я думаю, не сложно. Прежде всего, нам надо запустить в мозг повышенную дозу кислорода. Для того, чтобы мозг наш работал хотя бы в 3-4 раза лучше, надо запустить в мозг повышенную дозу кислорода. Этого я добиваюсь с помощью дыхательных упражнений йоги. Допустим, полное дыхание йогов. Оно общеизвестно, как выполняется. Сначала наполняем нижнюю часть легких, потом среднюю, потом верхнюю. Задерживаем примерно на 6-8 секунд. И затем выдыхаем в той же последовательности, что и вдох, но в обратную сторону. И так где-то от 3 до 5 вот таких дыхательных упражнений выполняем, что позволяет нам далее при входе в состояние концентрации не испытывать потребности в глубоких вдохах, поскольку наш организм уже обеспечен определенным запасом кислорода. Что дальше? После этого я своеобразным образом вхожу в состояние, которое я называю нейтральное состояние чистого сознания. Допустим, выдвигая вперед вот так руки, смотрю энергично через треугольничек вот такой, между указательными и большими пальцами. И примерно 5-6 секунд смотрю энергично, энергичным огненным взглядом в этот треугольник. Внутри моего подсознания задается программа как бы наконечника стрелы. После этого я, допустим, вот должен буду запомнить, ну, предположим, допустим, незнакомые иностранные слова с переводом. Я их сравниваю, этот процесс, с ездой по глубокому снегу или песку на джипе. Что мы должны прежде всего сделать перед тем, как проехать по такой местности? Мы должны в два раза спустить давление в шинах. Верно? Ну, к мужчинам вопрос, наверное. Да. Для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения покрышек с поверхностью. Также и я, значит, послабляю четкость звучания букв. За счет этого у меня создается очень много вариантов для создания ассоциаций. Вот я, знаете, вы извините, я вас перебиваю, чтобы мы с вами не перебрали во времени. Я уже проанонсировала, что вы нас всех минимум там 10 словам научите, именно вот этим методом, про который вы сейчас заговорили. Запросто. Давайте. Это сделать проще простого. Значит, секундочку, поскольку я не знал, мне нужно хотя бы 3 секунды для того, чтобы подготовиться к этому. Предположим, что вам надо запомнить, например, 15 английских слов. О, давайте, давайте. Итак. Рай. Это рожь. По-английски. Рай. Рожь. Смотрите. Море ржи. Это рай. Это рай для крестьянина. Рай. Рожь. Рай. Рожь. 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 Клайми вайкуле я бы хотел покарабкаться. Клайм. Клайм. Да, я лезу. Клайми вайкуле. Ага. Лезть. Далее. Игл. Орел. Когти орла. Это 8 страшных игл. Орел. Орел. Игл. Далее. Левитый. Левитый. Легкомыслие. Лев. И ты. Ну, лев, который такой ревет, да? Лев. И ты. Вместе. Это легкомысленно. Опасно. Легкомыслие. Это легкомыслие. Лев. И ты вместе. Это легкомыслие. Ага. Ага. Далее. Чак. Чак. Швырять. Бросать. Чак. Норрис швырял и бросал своих противников. Чак. Далее. Декой. Декой. Приманка. Западня. Для ловли. Декой. Мяу. Кошки. Декой. Нужна приманка. Декой. Приманка. Лекс. Лекс. Слабый. Вялый. Лекс. Лексус. Слабая машина. С вялым двигателем. Далее. Фрик. Фрик. Странный уродец и выродок. Три значения. Если фрикадельки едят странные уродцы и выродки. Фрикадельки. Далее. Допустим. Ига. Страстный. Страстный. Женщины монголо-татарского ига. Были такие страстные. Сам Вэл. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok